Здравствуйте, мои дорогие подписчики, а также зрители канала Лайв Таро. Меня зовут Надежда и хочу сегодня сделать общий расклад на такую тему, что происходит в жизни человека сейчас, загаданного человека, и его мысли, чувства и намерения в отношении вас. Сегодня немножечко решила поменять формат проведения расклада, не на одной колоде, а на четырех. Поэтому, как вы видите, варианта будет четыре. Загадайте понравившуюся вам колоду, либо цифру, которая первая пришла на ум, и будем смотреть. Для тех, кто не знает, кто не знаком с колодами, они появлялись все на моем канале. Ну, скажу, это Таро Телема, это Таро Райдер Уэйд, это Таро Логинова и Таро Черный Гримуар. Загадывайте человека, загадывайте вашу с ним ситуацию и выбирайте колоду. Я начну с первой. Кому не хватает времени, ставьте на паузу. И будем смотреть по порядку, начиная с первой колоды. Будем смотреть, что происходит в жизни человека на данный момент, чем он занимается. и его по отношению к вам, мысли, чувства и намерения. У загаданного человека сейчас в жизни происходят какие-то, я бы сказала, перемены, в которых он сам не уверен, он сам порой даже не осознает, к чему это приведет. Но, тем не менее, так или иначе, он встал на какую-то новую дорогу, на какой-то путь. Перспективы там довольно-таки призрачные, иллюзорные и сомнительные. И каких-то выгод в данном предприятии, либо мероприятии, которые предпринимает человек, здесь я не вижу. И здесь данному человеку даже хочется сказать, все ли ты правильно взвесил, хорошо ли ты подумал. Может быть, стоит немножечко остановиться, просчитать все свои шаги, прежде чем начинать. Потому что большие-большие сомнения. И человек, может быть, и понимает, что большая вероятность того, что мало что получится. Но, тем не менее, ему, знаете, как маленькому ребенку хочется попробовать, и тут, по сути, была-не была. Давайте, может, посмотрим, с чем связано такое желание нового в своей жизни. А связано с тем, что особых перспектив в том, чем человек занимается сейчас, человек не видит, что вроде бы работает, а каких-то результатов, каких-то особых перспектив в этом нет. Что вроде бы и занятость есть, но его не радует. Вот, и поэтому, знаете, состояние такое, хоть что-то поменять в своей жизни для того, чтобы внести какой-то раздрай, ну, такое вот внутреннее желание. Знаете, все надоело, и хочется всколыхнуть свой какой-то внутренний мир и свою бытийность для того, чтобы, не знаю, стало интереснее, стало более драйвовее, чем есть на данный момент. Но, видите, здесь очень велики шансы того, что его задуманное не реализуется в той мере, в которой человек хотел бы. Здесь бы его, конечно, предостеречь, да, от того, что подумаем несколько раз, прежде чем начать. Но человек здесь думать не хочет. Наоборот, здесь, знаете, вот меньше мыслей. Вот, и скорее бы кинуться, скорее бы начать действовать. Все, что касается вас. Теперь смотрим. Здесь, знаете как, здесь даже в мыслях я особо не вижу, чтобы вы у него часто мелькали. Здесь, видите, большое желание сейчас заняться тем, что человек задумал, тем, что ему хотелось бы чего-то нового. И здесь больше вот начать, чтобы что-то понеслось, начать, чтобы что-то завертелось. А дальше будь что будет. Но, тем не менее, я, если смотреть и дополнять дополнительными картами расклад, да, здесь у человека состояние обиженное, здесь состояние угнетенное, здесь у человека ощущение, что вы с ним поступили нечестно, что вы с ним воевали, воевали и выиграли. Но вы выиграли какую-то свою победу, вы выиграли свою битву. А ему в этой ситуации ничего не оставалось, как развернуться, пойти. Вот, и причем это могла бы такая яркая демонстрация того, что ты сама так решила, ты сама не захотела что-то дальше. Тут не показано, что человек всеми силами старался вкладываться в отношения. И не показано, что человек сейчас готов вкладываться в отношения. То, знаете, тут состояние такого, ну, если ты не хочешь, то я пойду. Да, мне тяжело, да, мне будет больно, да, я переживаю. Вот, но если ты так решила, и если тебе важнее твоя личная победа, то мне ничего не остается, как собрать там свои вещи. Все зависит от того, был ли это уход семейной пары, да, что собрать там какие-то вещи свои. Вот, либо просто свернуть общение, поудалять там все переписки, все чаты. Вот, но состояние такое, мысли нерадостные, да, мысли того, что вы сама придумали тему, вы сами ее развили, сами поссорились, сами выиграли свою битву, вот. И, да, как есть хорошее выражение, что тараканы в вашей голове проголосовали против данного человека. Вот, у него здесь состояние именно такое, что нечестно вы с ним обошлись, не захотели как-то вникнуть там в его ситуацию, в его положение, вот, и ему ничего не оставалось тут, как ретироваться. Чувства были, но чувства здесь поставлены сейчас на паузу. Ощущение такое, что чем меньше я буду думать, тем будет лучше для меня. Здесь может быть также скупые мужские слезы, потому что много кубков, и большая часть кубков здесь такая грустная, печальная. Может быть, даже в моменты, когда его никто не видит, и на самом деле катится мужская слеза по его щеке. Вот, ну, пока в намерениях намерен... Сроки небольшие будем загадывать, да, от месяца до трех. Пока в намерениях у человека поупиваться собственной печалькой, поупиваться каким-то собственным горюшком, и в намерениях пока ничего не делать. И, видимо, вот его желание сейчас броситься во что-то такое новое, что его закрутит, что его завертит, видимо, обусловлено тем, что самое лучшее лекарство от депрессии – это занятость. Вот, видимо, то, чем он занимался до того, как произошла сложная ситуация с вами, его морально и материально удовлетворять перестала. Более того, его деятельность позволяла ему по большей части находиться в раздумьях, а они его не радуют. И сейчас желание такое вот... Вот хоть что-то сделать, хоть что-то начать чем-то заняться, чем-то новым, чем-то... Я не знаю, здесь необдуманным, несерьезным, либо рискнуть чем-то и поставить на карту, и неважно, получится, не получится, но зато вот мысли о вас уйдут здесь на второй план. И уже, да, здесь было видно, что человек сейчас в мыслях, вы редко у него проскакиваете, потому что здесь больше желание сосредоточиться на той деятельности, либо на той занятости, которую он для себя сейчас намерил в данный момент. Вот, но здесь, видите, все связано с тем, что хочет убежать от собственных мыслей, хочет закрыться, хочет меньше думать, меньше переживать, а может быть даже и меньше плакать. Мужчины же тоже плачут, хоть они в этом либо не признаются, либо не показывают. Но здесь, я говорю, что здесь есть вероятность того, что и слезы мужские здесь тоже имели место быть. Ну, такую ситуацию, такого человека показала нам Таро Телема. Думаю, вы знаете, о какой ситуации речь. Вот, и для себя можете четко понимать, что мужчина здесь хороводы не водит, мужчина здесь расстроен, мужчина здесь подавлен, и здесь большое желание скрыться от эмоций непосредством какой-то занятости. Смотрим вторую колоду, смотрим второй вариант, чем занят человек и его мысли, чувства, намерения. Сроки небольшие, от месяца до трех данный прогноз. У человека здесь все намешано. Здесь кони, люди. Вот здесь вот примерно точно так же. Здесь и проблемы в отношениях, здесь и много-много делаю, но почему-то не получается, потому что зависит от других людей. И человек здесь находится в таком состоянии, что все вокруг враги, и куда ни ступи, что в личных отношениях здесь как-то со мной поступают нечестно, неправильно, что в работе тут слишком много от меня хотят, а для меня делать ничего не собираются, что тут вплоть до того, что тут начальник нехороший человек, любимая женщина тоже нехороший человек. Вот все вокруг враги. Состояние человека такое, что готов действовать, готов делать, но я никому не верю, и не верю, что все хорошо получится. Изображает тут бурную активную деятельность, а в душе-то он переживает. В душе все свои страхи, все какие-то сомнения скрывает. И здесь, знаете как, здесь внешне такая показуха, что я делаю, я действую, а внутренне скрыто очень много страхов. И здесь по многим сферам. И сфера личной жизни, и сфера работы, и вот все-все-все-все-все бытовое, что окружает его. Много страхов, много переживаний. Куча претензий, я бы сказала, что не оценен по достоинству, и это его внутри гложет. Ну, давайте посмотрим. Теперь все, что касается вас. Знаете, состояние здесь особо, знаете, врагу не пожелаешь. Когда внешне... Так бывает, да, когда женщину, допустим, бросил мужчина, и женщина, вопреки всему, там она в душе плачет, рыдает, а внешне она делает прическу, делает макияж, наряжается, одевает обувь на высоком каблуке, и идет гордая, красивая и неприступная. Хотя в душе кошки скребут. Вот у данного человека в жизни происходит сейчас вот примерно то же самое, что внешне. Он показывает, что все у меня хорошо, все у меня прекрасно. Вот, ну, много переживаний и подозрительности. И вот, опять же, да, повторюсь, все вокруг для него враги. Как-то все пополчились. Вот никто не хочет его понять, принять. Тут карта разбитого сердца переворачивается. Вытащу ее. Сложно ему сейчас, на самом деле, загаданному человеку. Здесь очень сложно. Ну, давайте смотреть все, что касается вас. Мужчина считает, и мужчина думает, что в любом случае, как бы то ни было, как бы не разрывало сердце от удара, от какой-то печали, от какой-то несправедливости, о том, что, может быть, там его тут где-то даже вплоть до того, что застукали там с кем-то, либо за перепиской, либо там за руку в чем-то поймали. У человека все равно есть намерение как-то разобраться, как-то восстановить отношения, как-то снова возобновить то стабильное рабочее, то, что было в ваших отношениях. Параллельно, конечно, мужчина здесь старается отвлечься своей деятельностью, своей работой, но, тем не менее, если рассматривать карту-восьмерку Пентакли, о чем думает человек в отношении вас, наладить отношения, наладить процесс, поставить снова все на рельсы, чтобы оно двигалось, и каких-то неожиданностей здесь не было. Что касается чувств, здесь в чувствах прекрасная карта императрицы, которая говорит о том, что мужчина любит, любит, мужчина в вас видит ту самую женщину, которая, по его мнению, внешне, характером, в целом она женщина, его мечты, женщина, с которой ему хотелось бы быть. Вот поэтому, да, несмотря на то, что и там душа болит, сердце плачет, понимает, что такую женщину, такого человека из своей жизни он упускать, отпускать не готов. Это будет для него большая потеря, если вы исчезнете из его жизни. Вот, и поэтому в намерениях на ближайший месяц максимум три, здесь человек будет как-то пытаться с вами наладить связь. Это может быть, если, допустим, вы в блоке, да, минимальное, что он сделает, чтобы показать, что он готов как-то налаживать отношения с вами, там, вы заметите, что блоки раз и вдруг каким-то чудесным образом испарились. Здесь может быть сообщение, здесь может быть звонок, здесь может быть какая-то просьба, пусть даже банальная, пусть даже, знаете, такая ни о чем. Но таким образом загаданный вами человек будет пытаться наладить отношения с вами. Отпускать не готов и понимает, что, возможно, даже, что, знаете, наступило осознание того, что с возникновением у него проблем с вами в его жизни все стало не так, да, все не то, все не так, все рушится, не получается. Вот, и понимает, что вы, возможно, даже, знаете, как некий талисман в его жизни, который помогает его, как трактор, как бульдозер, вытаскивает его из некоторых жизненных ям. Вот, и, соответственно, когда такой человек присутствует в жизни другого человека, талисман, катализатор, естественно, таких людей из своей жизни просто так не отпускают. Поэтому готовьтесь к тому, что как-то вы заметите, что он начинает делать шаги в вашу сторону. Это могут быть робки, да, это могут быть какие-то неумелые, неуверенные шаги, но это только первые шаги для того, чтобы снова наладить отношения с вами, для того, чтобы снова восстановить все то, что у вас с ним было. Переживает здесь, вот, и все у него сейчас в жизни не так, как ему хотелось бы. Вот такую ситуацию нам показала вторая колода и второй расклад. Смотрим третью колоду третьего человека, третью ситуацию, что происходит в жизни человека и его мысли, чувства, намерения в ближайший месяц-три. В работе проблемы, в отношениях проблемы все рушится, все, почва уходит из-под ног, любовь либо ушла, либо бросила, либо предала. В работе вроде бы все было налажено, все и было к кому обратиться за помощью и к человеку обращались, как-то, может быть, за помощью, за советом. Вот и тут наступил такой момент, на данный момент, когда нигде не получается, да, ни в отношениях, ни все, что связано со сферой, там, работы, карьеры, финансов. Человек сейчас понимает, что находится в состоянии аховом и для себя сейчас примеряет либо прицеливается к какому-то плану действий. Он понимает, что данную ситуацию сейчас, если пустить на самотек и не брать под собственный контроль, мало ли что из этого получится. И сейчас человек понимает, что только его личное участие, только его личные какие-то шаги помогут не запустить ситуацию до какого-то фатального момента. И здесь человек сейчас, знаете, внутренне мобилизовывается на обломках того, что есть, для того, чтобы сохранить хотя бы что-то. здесь такая ситуация, когда человеку реально сложно и человек не знает, за что хвататься. Вот и поэтому самое лучшее, чтобы он сейчас понял для себя и предпринимает, да, хотя бы что-то начать делать, чтобы ситуация вообще не вышла из-под контроля. Смотрим все, что касается вас. Скрытный, скрытный, скрытный. Смотрите. Так или иначе, здесь в ситуации замешаны третьи лица, третьи персоны. Вот. И ваш мужчина здесь сейчас находится рядом с какой-то барышней. и мысли сейчас о том, да, что если вот, исходя из того, что все рушится, чтобы сохранить вот хотя бы с ней что-то. Так, а что по поводу касаемо вас? Ну, видите, по поводу вас, здесь пока глубокое обдумывание ситуации. И здесь, знаете, вот война войной. Я бы сказала, знаете, даже как, сейчас ополчился даже против вас, и есть у человека боязнь того, что вы можете как-то вторгнуться в его жизнь, либо как, либо что-то сделать, чтобы создать ему проблемы. Поэтому внутренне будет стараться избегать общения с вами, будет стараться избегать какого-то контакта с вами, потому что реально понимает, что мало того, что тут с вами проблемы, потому что здесь по поводу вот вашей личной ситуации, здесь переживания, и здесь состояние, когда человеку плохо. так еще, если вдруг вы вот на фоне вот ваших с ним проблем вторгнетесь в то пространство, в котором у него есть другая женщина, что еще и здесь вы разрушите. Вот, и поэтому здесь состояние такой внутренней готовности в случае чего как-то повоевать с вами, чтобы спасти хотя бы то, что имеет на данный момент. В мыслях, знаете, как здесь пока быть подальше, чтобы не стало еще хуже. И, понимаете, вот в намерениях здесь очень аккуратно как-то незаметно слиться из общения с вами либо из отношений с вами. Здесь человек довольно-таки, знаете, поначалу, конечно, возникло у меня такое ощущение, что жалко мужчину, жалко человека, потому что здесь как-то все крушится, и он пытается спасти все, что есть. Но здесь также есть такой тайный хитрый ход избавиться по-тихому от вас. Хотя всю сложность ситуации прекрасно понимает. И избавиться от вас почему? Потому что боится, что вы можете разрушить то, что у него есть сейчас на данный момент. да, он прекрасно понимает, что если вы вдруг сейчас появитесь, вторгнетесь, неважно с какими, с хорошими или с плохими намерениями, то вы можете держать такую громольную мысль напакостить ему. То есть вам плохо в этой ситуации, и чтобы ему было не так сладко. Но ему здесь на самом деле не так уж и сладко, как можно было бы о нем подумать. Пусть он сейчас собирается там силами готовиться к какому-то рывку, толчку, но тем не менее вас боится, появление вашего боится. Здесь может быть заперся на все замки, заблокировал вас по всем фронтам телефона, соцсети, вот все что угодно, чтобы спрятаться от вас, потому что если вдруг что-то и вы появитесь, то ему вообще мало не покажется и потеряет все то, что есть пока на данный момент. Появление его здесь в ближайшие месяц-три я не вижу тут наоборот, вот дальше, дальше, дальше и тише, тише, тише будет уходить. Ну, как я говорила, здесь все обусловлено тем, что он боится, что ваше появление вновь в его жизни может окончательно его добить, его разрушить и останется человек ни с чем. Вытаскиваю карту совета вам, почему-то здесь захотелось. Ну, здесь спокойствие, спокойствие, только спокойствие, что если есть планы отомстить человеку, пока не торопитесь, пока, наверное, не самый лучший момент, потому что ваши действия могут обусловлены быть, могут быть обусловлены обидами, эмоциями, поэтому здесь нужно разум привести в баланс с чувствами, вот, а дальше, а дальше будет видно, пока, да, если был готов какой-то план мести для человека, пока не торопитесь, да, не рубитесь с плеча, он и так боится, я бы так сказала, ему и так страшно, вот такой третий расклад, такую ситуацию нам показала третья колода, так, и смотрим четвертую ситуацию, что нам покажет черный гримуар, что происходит в жизни человека на данный момент, его мысли, чувства, намерения по отношению к вам на ближайший месяц максимум три, вот, ну, и все, может быть, какие-то подводные камни, потому что я сама заранее не знаю, что покажет колода, и бывают какие-то моменты, хочется прояснить и для вас, и для себя лично, чтобы картинка была цельной, да, чтобы пазл сложился, пусть даже в рамках общего расклада, но тем не менее фон ситуации должен быть ясным и понятным, так, ну что, смотрим, четвертая ситуация, у человека здесь большие-большие перемены в личной жизни, здесь не показана какая-то ситуация с работой, здесь не показана какая-то ситуация там с его социальной деятельностью, с бытовой деятельностью, здесь человек находится на пороге новой любви, я бы сказала, на пороге, если мужчина здесь не женатый, то здесь вплоть до того, что собирается жениться, и причем причина здесь может быть такая, что его барышня, что если она в фертильном возрасте, может быть беременная, здесь может быть такое, что если ваш загаданный мужчина был изначально не свободен, здесь возобновление отношений с прошлой барышней и с женой, да, не важно какая она, официальный это брак был, да, либо гражданский брак, сожительство, другими словами, здесь мужчина хочет полностью переиначить свою жизнь, если мужчина изначально был свободный, то здесь, как я говорила, да, встаречье какая-то новая женщина вошла в его жизнь, вот и сейчас эмоции плещут, бушуют и он понимает, что это новая страница жизненная и вот на данного человека здесь мужчина строит в данный момент большие планы, да, он весь в любви упивается, здесь ему сейчас хорошо, здесь ему комфортно, здесь душа отдыхает, здесь, я бы сказала, успокоился, ощущение такое, что здесь вот будет хорошо, так, ну давайте смотреть все, что касается вас, опять же, да, здесь может быть возвращение в прошлые отношения, если ваш мужчина был женатый, налаживание ситуации с женой, налаживание отношений, начать жизнь с листа, вот, если мужчина свободный, то это какая-то новая женщина, которая вошла в его жизнь, тут или, или так как расклад общий, точнее я здесь сказать не могу, самое важное здесь, да, что бросается в глаза новый этап, который чувственный, эмоциональный, вот, мужчина здесь пока такой, знаете, в расслабоне чувственном, так, смотрим все, что касается вас, вас, знаете, вот в мыслях такое, что как-то вы им манипулируете, вплоть до того, что вы, наверное, на него магичите, вот, и ему поэтому нужно срочно, 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 как-то обустраивать свою жизнь, вот, пока вы там ему чего-то не попортили, здесь у мужчины, знаете, некий такой страх, что вы, что вы можете воспользоваться магией в своих личных целях по отношению к нему, вот, и его это волнует, его это беспокоит, потому что, опять же, здесь четко бросается в глаза, да, что у него новая вспышка, новые эмоции по отношению к какой-то другой девушке, к какой-то другой женщине, и сейчас вот его цели с вами быть подальше, если вы вдруг столкнетесь, да, поговорить как-то грубо, может быть, поговорить так, чтобы окончательно расставить точки на «ды», чтобы вкладываться в новые отношения, и здесь, знаете, как здесь, не обижайтесь, но здесь ощущение, что вот вы можете путаться под ногами, магичить, чтобы не дать ему отношения с новой женщиной, да, у него тут серьезные планы по отношению к ней, он ее вплоть до того, что, опять же, если эта новая барышня просматривает для женитьбы, а если это его жена, то намерен плотно остаться в семье, вот, и причем начать отношения в семье с нового листа, и поэтому, видите, будет бояться, чтобы вы не разрушили магическим путем его семью, и если будет вдруг столкновение с вами, сделает так, чтобы вы сама, да, чтобы вы сама не захотели, чтобы вы сама успокоились по его поводу, да, может жесткое что-то, обидное что-то сказать, какие-то недостатки подчеркнуть, так, чтобы, знаете, уже резать, так резать, пусть будет больно, но зато он будет жить спокойно и строить свою жизнь так, как ему хочется. Совет вам здесь тоже хочется дать. Справедливее всего здесь, видите, будет не замыкаться в себе, не замыкаться на себе. Здесь активные деятельностью какой-то заняться. Элементарно съездить куда-нибудь в путешествие, куда-нибудь в новое место, чтобы поменять декорации перед собой и отвлечься, что по отношению к нему. видите, вкладывая не вкладывая тут пока, во всяком случае, на ближайшие месяцы три здесь бесполезно. Здесь, знаете, как отношения, здесь погост, как вы видите, здесь умерло все, и в классике четверка мечей это всегда карта такой стагнации, карта передыха, карта отдыха, а порой и карта того, что все замерло и все умерло. Так и здесь. Здесь пока бесполезно как-то его теребить, тормошить, потому что он со своей стороны может по отношению к вам поступить настолько некрасиво, что вам будет больно и обидно. Здесь пока заниматься собой и оставить его в покое, ну а дальше видно будет, к чему четверка выведет. Потому что здесь в любом случае расклад на ближайшие месяц три. Вот. И пока на данный момент здесь здесь тишина. И хочется сказать, да, что пока не вторгайтесь в жизнь человека, здесь для собственного же блага, чтобы, ну он своими словами, а на слова он здесь на нехорошие слова, человек не поскупится, чтобы вам потом не было так больно, да, вот вспоминая, что я к нему там с добрыми намерениями, либо пусть даже, чтобы выяснить окончательно отношения, а он ну вот так вот некрасиво смог сделать, некрасиво смог сказать. Ну вот опять же, видите, здесь вся карта такие мечи, и здесь такие неприятные мечи. пока здесь поставить человека в покое, пусть он там пытается строить свое счастье, получится у него построить счастье или свое не получится, здесь не в этом раскладе, вот, но тем не менее, человек тут свято верит, что тут вот все будет хорошо, вот, а вас нужно держать на расстоянии вытянутой руки, чем дальше, тем лучше, вот, потому что вы видите, что вы вплоть до того, что чуть ли не ведьма, которая может его счастье разрушить, и поэтому, чем дальше вы от него будете, тем безопасней он себя будет чувствовать, вот здесь вот как-то так. Такие у нас сегодня были четыре расклада, такие у нас сегодня были четыре колоды для четвертой позиции. Опять же ждать, может быть, что-то здесь и будет в любом случае, но это три месяца, надо будет подождать и посмотреть, что там будет. Вот, ну а я со всеми прощаюсь, до встречи в новых видео, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok